В рамках проекта «Школа Росатома» были организованы мероприятия для школьников, в которых Ксения приняла активное участие. Все победы и заслуги девочки были отмечены руководителями госкорпорации «Росатом». Благодаря этому она стала обладательницей счастливого билета на увлекательное путешествие к далёкому Северному полюсу. Начиная с начальной школы я участвовала во множестве конкурсов. С пятого класса я участвовала в метапредметной олимпиаде. В этом году наша команда заняла первое место. Мы отправились в город Трёхгорный защищать честь Десногорска. Там же я приняла участие в уже организуемом, именно в Трёхгорном конкурсе, сочинении САЯ-2.0. Стала призёром. Это, наверное, эйфория. Вообще не понимала и даже сейчас не осознаю, что я поеду к вершине вообще планеты. Это звучит как что-то из раздела фантастики. Даже сейчас не верится. Заместитель главы Десногорска Александр Новиков лично поблагодарил Ксению за активность. И вручил ей флаг города для последующей его установки на месте прибытия экспедиции. Надеюсь, что это, уверен, что это не последняя победа твоя. И дальше будешь принимать участие, дальше будешь побеждать. Вместе с остальными участниками рейса, среди которых будут опытные педагоги школы Росатома, девочка узнает об истории атомного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики. Сама Ксения отмечает, что полностью готова для, очевидно, нелегкой, но интересной поездки. Я, конечно же, готова. И я очень-очень жду. Мне безумно интересно, что вообще меня ждет. Понимая, что поеду на Северный полю с известными людьми, я не могу дождаться этого момента. И вот. На борту ледокола будут организованы образовательные и игровые мероприятия. А основной задачей творческой группы экипажа станет создание флешмоба, который будет реализован на вершине планеты. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Десна ТВ.